С этого урока начинаем с вами изучение инструментов заливки и рисования. В этом уроке мы разберем с вами три инструмента. Называются они заливка, градиенты, карандаш. Карандаш мы просто коснемся, покажу вам где он и на этом все. Потому что вместо карандаша я предпочитаю использовать кисти. Они более качественные и у них более широкий диапазон действий и опций. Итак, первый инструмент это инструмент заливка. Давайте мы его выберем, вот он здесь находится. И сразу давайте создадим новый файл. Файл создать как обычно 1000 на 1000. Жмем ОК. И теперь делаем следующее. Суть заливки заключается в том, что если вам надо залить какую-то область цветом определенным, вы делаете следующее. Выбираете инструмент заливка. Выбираете цвет которым должен заливаться. И щелкайте по этой области. Итак, давайте пробовать. Выбираем заливку. Выбираем цвет, допустим, вот такой. Жмем здесь на этой белой области. И она вся полностью закрашивается. У заливки есть один нюанс. И заодно рассматривая данный нюанс, мы разберем еще пункт карандаш. Карандаш находится, этот инструмент, вот здесь. Здесь выбираете его. Он, в принципе, очень похож на кисточку. И у кисточки только почему-то качество будет получше, чем у карандаша. То есть, видите, тут он рисует. Сейчас я вам покажу. Так, размер побольше. Какими-то не очень ровными краями. То есть, у него качество почему-то меньше, чем у кисточки. Из-за этого мне больше нравится кисть. Плюс у кисточки намного больше опций. И намного больше возможностей. Мы это все потом рассмотрим. А теперь выберите карандаш. Выберите черный цвет. И сделайте вот такой вот крестик на всем рисунке. Ну, то есть, не обязательно, чтобы он идеально ровный был. Просто обычный крест сделайте. Далее. Выбираем опять заливочку. Белого цвета ее делаем. И пробуем заливать, допустим, вот эту область. Видим, что она заливается до того края, когда начинается другой цвет. То есть, как только цветовая палитра другая, заливка на этом прекращается. За это отвечает функция, которая называется допуск. Так вот. Бывают рисунки, у нас здесь видим строгая граница такая идет. Это бывают рисунки, у которых идет плавный переход. То есть, от темно-красного к светло-красному. И в таких случаях заливка тоже работает не всегда идентично. То есть, она может до какого-то предела область эту закрасить, а часть оставить. Так вот, изменяя пункт допуск, вы можете указать фотошопу, то есть, чтобы он большую область захватывал. Вот, например, если мы поставим здесь допуск в 255 и нажмем заливку вот на красном, то она у нас вообще все зальет. То есть, ему уже будет просто по барабану на любой цвет. Думаю, с этим понятно. Теперь давайте разберем инструмент градиент. Что это за такой инструмент? В принципе, идентично он идет в заливке. Итак, в панели атрибутов первым идет у нас то, что мы выбираем цветовую схему для нашего градиента. По умолчанию в фотошопе есть наборы. Это мы тоже потом я вам все предоставлю. Но здесь, давайте ниже сначала все разберем. Здесь мы должны выбрать, какую цветовую гамму будет составлять наш градиент. Итак, видим, тут у меня уже что-то стоит, наверное, еще сплошных работ осталось. Идет от темного такого бордового к более светлому. Ладно, такой градиентик. Так вот, здесь можно задавать не только два цвета, здесь можно задавать хоть 100 цветов. То есть, как хотите, такой диапазон и задавайте. Так, давайте я тут просто желтенький сделаю. Вот такой вот. И здесь дело в том, что вы уже сами себе хозяин. Вы можете выбрать любую композицию цветов, которая вам больше нравится и больше подходит. Далее, как разместить градиент. Идем уже в следующий пункт панели атрибутов. Здесь у нас идет сразу еще пять значков. Здесь мы выбираем просто вид нашего градиента. Видим. Это идет просто такой горизонтальный градиент. Ну, то есть, он на обычной линии идет. Здесь, видим, он такой идет кругом уже. Здесь какой-то пирамидой. Ну, в принципе, попробуйте дальше сами все. И еще один момент. Если вы хотите сделать, допустим, вы выбрали цветовую палитру. И вам резко надо, чтобы было все наоборот. То есть, не тут красный был, а тут. То в градиенте есть такая функция, которая называется инверсия. Щелкаете на инверсию. И у вас так вот без инверсии. Теперь щелкаем на инверсию. И проделаем ту же самую опцию. И видим, что у нас все закрашивается наоборот. В принципе, на данном моменте все. Как видите, инструменты очень-очень простые. Применять их можно где, в принципе, угодно. Ну, с градиентом мы будем иметь дело из заливкой, когда еще будем проходить инструмент фигуры. То есть, там мы будем это использовать уже более грамотно. Это я просто вам показал, чтобы вы знали, что такие инструментики есть.